Выразить свою гражданскую позицию. Тема мартовских выборов главы государства стала основной в ходе обсуждения на встрече с представителями некоммерческих организаций в районной администрации. Глава Щелковского района Алексей Валов напомнил о важности участия каждого гражданина в выборах президента Российской Федерации 18 марта. Общественники воспользовались возможностью задать Алексею Валову вопросы в отношении организации выборов. Некоторые инициативы глава поддержал. Председатель территориальной избирательной комиссии Щелковского района Герман Верницкий проинформировал об основных изменениях в ходе голосования 18 марта. Во-первых, отменены открепительные удостоверения. Голосовать можно будет на любом понравившемся участке. О своем решении нужно проинформировать избирательную комиссию, зайдя с паспортом в первый попавшийся избирком или оставить заявки через МФЦ, а также на портале госуслуг. Такие заявления можно будет подать не ранее 25 февраля. Пишите заявление, причем даже не пишите, а просто говорите «хочу». Говорите, где вы хотите проголосовать. И уже непосредственно члены участковой избирательной комиссии вписывают в это заявление ту комиссию, где вам удобно. В этом году в Щелковском районе будет создано 137 избирательных участков. Это намного больше, чем было на последних выборах. Сделано это для удобства самих избирателей, чтобы они не стояли в очередях. И также общественные организации сегодня задали вопрос, как поступить, если вдруг они себя не обнаружат в списках избирателей. В таком случае избиратели смогут проголосовать на своем участке. Для регистрации жителей в комиссию будут привлечены волонтеры. В оставшееся до выборов время администрация района проводит уточнение списков избирателей. Не менее серьезная работа будет проведена по информированию населения о выборах не только через СМИ. С 5 февраля члены участковой избирательной комиссии приступят к так называемым поквартирным обходам. Голосование на дому будет организовано для тех, кто не сможет прийти на участок по болезни. Для этого необходимо не ранее, чем за 10 дней и не позднее, 14 часов в день выборов, письменно или по телефону обратиться в свою избирательную комиссию. Михаил Налётов, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково». Продолжение следует...